на россию раз вверх это минимум всегда нападали на силы объединенной фактически европы вот анализ предыдущих таких нашествий дает ли он за повод прогнозировать к сожалению возникновение нового конфликта и противостояния в отношении россии вот этого объединенного запада предполагаю что войны не будет будет тоже западной европе критически нужно западная европа возможно соберется переселяться причине предпосылки к этому выходят за рамки данной беседы и высказывать не буду но весьма вероятно что это будет происходить и весь навал на вас на нас самое давнее время начавшееся то есть нас попустили в 90-х и нулевых годах потом вдруг снова навалить это неспроста пока мы были слабы пока нас можно было тревушить извиняюсь за выражение дербани мы были мягкими для них мы были послушными для них мы были удобными как только 2006 году в мюнхене наш президент сказал извините у нас есть особый взгляд с этого момента с мюнхенской речи 11 лет назад все и началось сейчас по нарастающей движется более критической точке но это более критическая точка она связана не с тем что на нас собрались нападать воевать там некому во первых нападать там народ вырожден это раз народы текста там боевых контингентов населения которые были готовы и способны выливать нет они рафинированные 70 после окончания но там нет и того объема и качество самое главное вооружение которыми они сейчас обладают и у них нет времени на то чтобы успеть в обозримые сроки разработать опробовать и внедрить войска и освоить войсках те виды вооружений которые у нас есть и которые наши ученые разработали опробовали и войска уже приняли на вооружение у нас есть на много ходов вперед вооружений видов и образцов которые опережают и морально и физически переезжают качество вооружений и америке и западной европы у них бить нас просто нечем поэтому в значительной степени сейчас идет морально такая в воинственной манере моральная игра на удушение на изнурение на приведение нас якобы безысходное состояние у нас ну что плохо на же значительная часть молодежи от 20 лет моложе примерно до 35 40 не настроены чрезвычайно отрицательно по отношению вообще к нашему государству и тем более к действующим лицам нашей власти которая при всех имеющихся недостатках делает огромное огромный объем того что необходимо для сохранения государства еще раз подчеркиваю русских как пятна как народа если бы не программа переоружений благодаря которой сейчас уже доля современных вооружений достигли 56 процентов а в ракетных поисках стратегического значения 98 процентов нас бы уже уничтожить мы бы не были окружены базами базы были бы на нашей территории и мы бы были в рабском состоянии когда люди услышат слова когда они увидят то как я это говорю конечно же многие не поверят но давайте к сухому остатку выведем все то что происходит и мы поймем что на нас не наваривается а из-за того что они не могут навалиться физически неким и нечем и б то что мы можем ответить так как сказал владимир путин на базе хмриними в сирии они еще не видели тех ударов которые мы можем нанести если вдруг они поднимут голову ведь эти слова были обращены не к игилу были слова обращены во первых американцам во вторых граждан западной европы действительно них нет того что есть